2007 год. Украина. Чернобыльская зона отчуждения. Спустя год после первого выброса, территория, охраняемая лишь несколько отрядами военных подразделений, обрастает слухом. Научные военные экспедиции направляются на расследование причин всплеска неизвестной энергии. Именуемые выбросы бесследно исчезают. Одинокие, напуганные до смерти и бегущие в страхе и выжившие рассказывают страшные истории, способные заморозить кровь в живых. Неизвестность и пустота, царяющая за ключей проволокой, проникают в самую душу и высасывают до капли, оставляя безвольное тело обрадить вечность на забытой временной земле. И он придется бросить вызов страху, посмотреть лицо смерти, предательству, первичному злу, добраться до сердца преисподней, чтобы раз и навсегда изменить ее. Всем привет, с вами Александр, и это модификация Lost World Origin. Мы появляемся неизвестно где, у нас нет активных заданий, но у нас есть машина, и это уже хорошо. А раз есть машина, будем двигаться вперед, модификация находится на стадии бета-тестирования, так что возможно какие-то технические проблемы или лаги, но я думаю они будут исправляться, и мы получим еще один замечательный мод. Солдат шевели копытами, это нам? Да, определенно это блок поствоенных. Здорово, здорово, спасибо, что согласился помочь, куда теперь? Давай, иду в казарму, я сообщу о тебе на час в здешнем. Тут у ребят своих проблем хватает, никто в подробности выдаваться не будет, смотри, не подставь меня. Я с тобой погонами рискую, только по старой дружбе. Ох, не нравится мне эта затея, ну да ладно, дело твое, я свое обещание выполнил. До встречи. Так, пока все-таки непонятно, кто мы. Сюжент. Ты главный, майор Халецкий. Здравия желаю, товарищ майор. Ну пошли, стрелять ты умеешь хоть? Вот твое утвари, одевайся, распихивай по карманам и выдвигаемся. И языком не болтай, смотри. Так точно прибыл для нанесения гарнизонной службы. Все замечательно, но я пока не понимаю, кто я и зачем я здесь. Если я наемник, то все понятно, мы прибыли сюда служить. А если я солдат? Но солдат не может приехать на увазике на блокпост, военная. Хотя и почему нет? Не обязательно солдат, это может быть офицер. И это служба по контракту. Ладно, давайте не будем спешить, посмотрим, что будет дальше. Майор Халецкий дает нам задание. Нужно отыскать пропавшую группу ученых. Вместе с Гайкиным. И заодно, говорит, ты освоишься. Отлично, опять-таки. Наемник ведь не может служить у военных, правильно? Тем более, военные стоят в форме украинских солдат, скажем так. Да, украинские. Ладно, давайте посмотрим, как будет развиваться игра по ходу пьесы. Вот и казарма, да? В казарме пусто. Лейтенант спит. Майор говорил о какой-то снаряге. Говорит, забирай снаряжение и отправляйся на болото. Снаряжение я не вижу. Говорит с Гайкиным. Гайкин должен быть где-то здесь. Ты Гайкин? Нет, это не Гайкин. Ты Гайкин? Кто-то принимает заказы. Время доставки 10 часов. Заказы на оружие. Какой-то боец с Гайкин. Они несут из зоны радиоактивные, слабоизученные... Наверное, ты Гайкин. Пять не. Да, вот он Гайкин. Пропустил я его. Начальник говорит, нужно нам сгонять на болото. Посмотреть, как обстоят дела у ученых. Идешь, пошли-пошли-пошли. Да, идти не так уж и далеко. Дополнительной информации нет. Кстати, выглядит это все очень неплохо. И определенно, мне кажется, это будет интереснее, чем модификация Old Story. Не знаю, почему мне это кажется, но... Что-то мне подсказывает. Никак не получается. Эти ящики, скорее всего, не ломаются. Ну ладно. У нас есть пистолет. Так, опять начинает что-то у меня подлагивать. Надо графику меньше ставить. Я так свободно бегу по дороге. Надеюсь, здесь не будет никаких неприятных сюрпризов. Типа радиации. Аномалий. Так, Гайкин отстал. Не отстал. Слушай, как ты хорошо замаскировался. Ладно, пойдем. Да, неплохо все здесь выглядит. Мне нравится. Так, радиация меня кушает. Только водка. Наверное, я пропустил снаряжение. Оно лежало где-нибудь в ящике. Ладно. В следующей серии я, конечно же, все возьму. Тем более, я не могу быть простым бойцом. Салак. Салаги не приезжают на УАЗики. Хотя, что я прикопался к этому УАЗику. Это же игра. Все может быть. Так, мы на месте. Да, лагодром у меня. Графику поставлю поменьше. Опять-таки, это же бета-тест. Так что, все возможно. Патроны закончились. Но у меня есть 50 патронов. Давай, Гайкин отрабатывай. Их нужно, скорее всего, повесить на пояс. Да. Ученый, скорее всего, под мостом. Да, мы на месте. Но никого я здесь не вижу. Кроме аномалии. Так, а что это у нас в аномалии лежит? Очень похоже на инструменты. Помните, такие мы носили с ремонтником? В Зове Припяти. Попытаюсь их достать. Нет, это не инструменты. Но очень похоже. Крышка какая-то. Но она неактивна. А лезть туда я не буду. Так, Гайкин. Был Гайкин. И нету Гайкина. И появилось новое задание. Добраться до лагеря сталкеров. Что это было? Это перемещение артефакта в пространстве. В любом случае, давайте поднимем ее. Золотая рыбка. Как известно, это пустой артефакт. У него нет никаких полезных свойств. Но написано, что можно выручить солидные деньги. Возможно. Оставим пока. Лагерь сталкеров находится неподалеку. Ну так, по крайней мере, было в оригинальной игре. Я протин Чернобыля. Да, и почему нам надо в лагерь сталкеров, пока тоже неизвестно. Там стоит четкая пометка. И нарисован Сидорович. Ладно, в любом случае, давайте продвигаться. Да, вот и сталкеры. Новички. Периодически приходит сообщение о работе, о заказах. Так, здесь пусто. Вижу вход в бункер. Нет, здесь не пройти. Хотя, может быть, это и не бункер. Так, вы кто, ребята? Здесь кто-то дрыхнет. Слышь, ну чё ты, среди ночи. Так, ты кто? Васёк. Ну, нам нужно найти Сидоровича, насколько я понимаю. Да, вот бункер. Надеюсь, вот там будет Сидорович. Так, тут скелет. Сидорович, это ты? За окном пусто. Сидорович, что с тобой годы сделали? Шучу, конечно. Это не может быть, Сидорович. Хотя, почему нет? Так, поищу ещё немного. Отлично. Шилов. Так, домики. Домики. Но в домиках тоже пусто. Интересно, интересно. Ещё один персонаж. Так, тоже ничего. Ладно, ребята, я думаю, на этом всё. Слушайте, это интересно. По крайней мере, интересно, чем Old Story. Не знаю, буду я продолжать или нет, но... Меня это заинтересовало. Ладно, всем спасибо. С вами был Александр. Всем пока.